Музей Мы находимся в мемориальном доме музея Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Егорова, который 30 апреля 1945 года вместе с Мелитоном Кантария водрузил знамя победы на куполе Ристага. Музей наш находится в городе Рудня, Смоленской области. Это один из филиалов Смоленского государственного музея-заповедника. Родился Михаил Алексеевич 5 мая 1923 года в деревне Ерможенке Руднянского района. Когда началась война, ему исполнилось 18 лет, но все годы в армию призывались 19 лет, поэтому Михаил оказался на оккупированной территории. К середине июля 1941 года фашисты полностью заняли наш Руднянский район, а ближе к осени у нас набрало силу партизанское движение. Поэтому Михаил Алексеевич принял решение вместе со своими друзьями уйти в партизаны. Только 5 мая 1942 года, в свой день рождения, когда ему исполнилось 19 лет, он официально был зачислен в партизанский полк 13, которым командовал Гришин. И до декабря 1944 года он находился в партизанском отряде. Очень быстро он стал командиром группы разведки. На его личном счету было 5 спущенных эшелонов под откос, 7 взорванных мостов. По мере прохождения территории не только нашей, но и белорусской, в основном на белорусской территории партизаны воевали, Михаил Алексеевич имел серьезные награды. В декабре 1944 года на границе с Польшей их партизанский отряд соединился с частями Красной Армии. И он попал в 150-ю Идритскую дивизию. В этой дивизии он познакомился с Мелитоном Кантария. И опять же они вдвоем оказались в разведке. За свои боевые действия Михаил Алексеевич был награжден медалями и орденами, среди которых медаль партизану Отечественной войны 1-й степени, орден Золотой Звезды, орден Ленина, орден Красного Знамени и орден Красная Звезда. Также он был награжден орденом славы 3-й степени. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза за водружение Знамени Победы на куполе Рейстага. И был награжден медалями. Медалью за победу над Германией, медалью за освобождение Варшавы и медалью за взятие Берлина. В 1947 году Михаил Алексеевич демобилизовался, вернулся назад на родину к себе, работал у нас председателем колхоза, потом был направлен на учебу в Смоленскую подшколу, по окончании которой в 1954 году по распределению он попал на работу к нам в Рудню на молочно-консервный комбинат, на котором он проработал всю оставшуюся жизнь. Погиб он трагически 20 июня 1975 года. У нас в городе есть бюст, который был открыт в 2000 году. Михаилу Алексеевичу такой же бюст установлен и на его могиле. Было принято решение похоронить его в Смоленске напротив вечного огня, который был зажжен им самим в честь 25-летия освобождения города Смоленска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...